Доброе утро, друзья! Второй день в пустыне. Жарича тут ненормальная, но кроме того, что тут очень-очень жарко, тут еще никого на улице. Здесь машины, да? Но люди на улице не ходят. Я встала сегодня в 5 часов утра. Чтобы в 6 уже быть на улице и снимать вам видео очень интересное, я провела вас по пятам моего детства. И я очень насладилась этим, так что я надеюсь, что вы тоже насладились, когда вы смотрели это видео. Если вы не посмотрели, я вам оставлю ссылку внизу, и вы сможете посмотреть его. Сейчас мы идем в музей, в детский музей. У меня огромная надежда внутри, что я найду кофе когда-нибудь, потому что я, когда я вам снимала видео про свое детство, ходила примерно 4 километра и ни разу не видела кафе. Так что вот этот музей, он немножко, не знаю, туристическое место может быть, и я надеюсь, что там будет какой-нибудь кофе, но может быть и нет. Если вы хотите жить в этом городе, то это совершенно не проблема. Чтобы купить тут трехкомнатную квартиру, вам надо всего лишь 200 тысяч шекелей, чтобы взять ипотеку, а в Тель-Авиве, чтобы взять ипотеку на 3 комнаты, вам надо миллион с половиной минимум. А здесь вы можете купить квартиру за миллион шекель, миллион шекель. Я позвонила примерно две недели там назад, проверить, сколько мне будет стоить дом в новом проекте, в хорошем местечке таком, но не центральном, возле Яфо. Там должно было быть и кино в самом доме, и тренажерный зал, и так далее. В общем, очень хороший проект. Квартира начинается там с 2 миллион 700. Это нормальная цена. Но эти квартиры, они однокомнатные. 2 миллиона 700. И я позвонила узнать, сколько мне будет стоить 4 комнаты. Они мне сказали, что, во-первых, это мне будет стоить 5 с половиной миллионов, во-вторых, там всего лишь 80 метров. 80 метров это очень-очень мало для 4 комнат. Вот такие оцены. Вот такие домишки здесь есть, но больше 2 миллионов они точно не стоят. Так что, если у вас мечта о вилле, но много денег нет, вам сюда. Что это? Что это? Что это? Да, я спросила только что охранника, как мне зайти в этот музей. Он мне сказал вот так. Я ему спросила, а здесь есть кафе какое-нибудь поблизости? Он говорит мне, ну, есть кафетерия в музее, обычно кафетерия в музее, в университете, в больнице. Она ужасная. Кофе там ужасное. Так что, наверное, выпью свою первую кофе в 5 часов вечера. Тут никого нет на улице. Этот охранник, это был первый человек, которого я увидела за весь день. Внимание, здесь люди на улице. Ещё мы дошли, наконец-то, до музея. Мы направляемся в кафетерию. Мы уже оставили все свои вещи, и вместо обуви у нас теперь носки. Я смотрю на Бориса. Если мне кажется, что этот Борис знает делать кофе, я куплю кофе. Если, по-моему, он не знает, я не куплю. Но, может быть, он, по-моему, будет знать, но я могу ошибаться. В этом случае Борис, лицо Борису мне не рассказал ничего. Я его просто спросила, знает делать хорошее кофе? Он сказал мне, да. И я попросила два кофе. И потом, мое сердце разбилось. Я увидела, что он делает это не из кофе, а из капсулы. Но, что поделать. Это Леони. Ладно, это всего лишь балкон, так что мы идём пить кофе, а потом продолжим. Вот моя мама. Кофе из Espresso Club. Это даже не Nespresso, это Espresso Club. Пока мы пьём кофе, девочки тут играются. Леон! Леон не может забраться, а Набель пытается ей помочь. Это очень мило. Мы идём в музей, тут три этажа. Каждый этаж тут и другое. У нас есть тут карта. Вещи мы положили в локер. Коляску оставили здесь. Кондиционер тут превосходный. Давайте начнём. Теперь мы художники и разрисовываем самые известные портреты. Вот вам Фрида Кало. Знаете, есть такая статуэтка. Я её сделал. Она очень-очень известная. Сейчас тут, мне кажется, начинается самое интересное. Тут есть театр такой, и мы будем переодеваться. Всяких принцесс, из Деснея и так далее. Вау! Ты кто? Золушка. Золушка. Вау! Мы закончили весь музей. Мне он не понравился, потому что здесь нам почти нечего было делать. И вообще, мне кажется, да, если ребёнок умеет уже читать, то ему не будет здесь слишком интересно. Хотя я слышала очень хорошие отзывы про этот музей. Но, увы, мне он не очень понравился. Я заплатила почти 200 шекелей за это. И даже если я бы тут жила, и не должна была приехать далеко, издалека. Я, кстати, бы не приехала издалека. Я просто... Потому что я оказалась здесь, в Бершеве. Поэтому я и пришла. Но я бы не приезжала из Таравива. Только для этого музея. Мы ещё через неделю поедем в музей в Хайфе для детей. Так что он должен быть вообще потрясающим. Я надеюсь, что он меня не разочарует. Думаю, что это стоит этих денег. Но это не то, чтобы мои дети вышли оттуда и сказали, «Ой, фу, мама, какой музей!» Нет. Если вы их спросите, то они скажут, что им понравилось. Да, Набель? Ну, просто я, как взрослый человек, понимаю, что можно было лучше, во-первых. Во-вторых, они говорят, что это музей из двух лет. Но даже для четырёх лет, мне кажется, это не подходит. Но, в общем, нет. Для четырёх лет это не совсем подходит. Хотя я брала Набель в музей Натуры в Тель-Авиве. И там написано, что это подходит для пяти лет. И нам очень-очень понравилось. И я и Набель тоже вместе много чего узнали. Поэтому нет, Лунада нам не понравился. Я уверена, что вот в Хайфе вот этот музей, он будет превосходный. Так что не забудьте подписаться на меня, чтобы вы не пропустили влог из Хайфе через недели или два. А пока что мы проголодались. И мы сейчас поедем в Биг. Там есть ресторан, который пишется как один из лучших ресторанов. Или, может быть, самый лучший в Бершеве. Кроме им его называют. Мы только что увидели, что тут есть что. Поднимись вверх, чтобы не видно. Она бы разукрашивает. Я прощала, что тут есть луковый суп. Я обожаю луковый суп. В Тель-Авиве, если вы хотите покушать хороший луковый суп, я думаю, это единственное место, где есть луковый суп. Броссери. Обожаю броссери. Леони, ты голодная? Ты голодная? Мы заказали в Венской шнице луковый суп. Карпаччо и Ки. Девочки пока что рисуют и развлекаются. Леон, ты рисуешь? Кого ты рисуешь? Кто это? Кто это? Кто это? Это мини-маус? Да. Это на лай. На лай. Это обувь, она говорит. Она разукрашивает ей обувь в оранжевый цвет. Кстати, вот ятир тут на столе. Я обожаю ятир, только не вот этот, а яр ятир. Тут такая... Как раньше были посылки такие, и там на посылку штамп. Сургуч называется такой штамп. Да, вот есть яр ятир с сургучем на нем, и он очень вкусный. Так что попробуйте, если вы можете. Кстати, вот это вот виноделье ятир находится неподалеку отсюда, где-то в Негеве, возле какого-то арабского поселения. Вот это вот я ненавижу, когда стакан выглядит так неаппетитно. В хорошем ресторане такое нельзя допустить. Я обожаю фукаччо. Это семен. Вкусно? Вкусно? Вкусно. Вкусно. Фукаччо была очень вкусная, суп тоже вкусный, но с карпаччо они перестарались. По-моему, карпаччо было бы превосходное, если на нем было только рукат и пармезан. Вот это лишнее. Маме целыми чутах. Наше главное блюдо здесь у нас сниёкель, синий сыр, так и называется в русске. Рокфорф. Я люблю вот такой. Это венский шницель из говядины? Да. Тебе да тоже в небо фортакула? Да. Вот Пам. Так. Значит, ньоке у нас с филе говядины, но мне вот это вот не нравится. Я думаю, что это тоже лишнее. Тебе вкуснее? Сто вкуснее? Ниоке или шницель? Что вкуснее? Сничель и пыле. Говорят, что именно еврейская мама обожает смотреть на своих детей, как они кушают. Это актуально для всех мам или только для еврейских мам? Расскажите мне, пожалуйста. Небели понравился вен с кишницей. Небели пошла просить еще один рисунок. Лома туда? Туда. Это русалочка. Усалочка. О, это кеф. Все болит? Все болит. Нормально. На десерт мы заказали крем воле. И, конечно, кофе. Наше второе кофе сегодня, но первое нормальное. Так что чирс! Приятный час. И так что вкусно. Как же мы только съедим кафе. Да! Очень вкусно! Включается кафе беда! Наше безумие весовое. Очень вкусно! С Витамо. Витамо. Беда. Кафе. Витамо. Типа посыл. как я это назову магазин хит в израиле которого нет есть но он маленький совершенно другой он такой мини макс ток это называется макс ток и люди сюда приходят и покупают огромную коляску за копейки тут очень очень дешево все дешево если вы были когда-нибудь в греции допустим или булгарии есть мама говорит это как а шан я не знаю такого но я знаю джамбо в греции и в булгарии есть джамбо это очень-очень дешевый магазин и люди туда обожают приходить покупать много-много-много вот первая из коллекции ненужных вещей я решила анабель купить вот такую штуку анабель покажи нам она вот открывается здесь и я хочу ей купить это чтобы она складывала сюда всякие и и знаете как школы как школа семь гномов и так далее у нас есть много таких и мы можем туда это сложить это будет служить нам порядку вот видите тут для детей можно всякие штучки купить чтобы они делали всякие декорации и так далее тут миллион миллион вот каменька стоит два с половиной шекера тогда почему не купить бы 10 таких или там вот это вот тоже два шекера понимаете все это ненужное конечно же но мы любим мы любим покупать ненужные вещи мы обошлись очень дешево сегодня потому что у меня нет больше сил здесь быть так что книга про динозавра папочка ненужная и для меня бумажка анабель обожаю динозавр магазин кэти смотрите что мы приобрели покажи нам анабель смотрите какая сладость покажи нам анабель уау леон покажи нам еще вот такой вот штучку купили для анабель это супер модно сейчас нашли на секунду в першку нашла тут платье сейчас померяю анабель обожает ходить со мной на шопинг к сожалению надо заканчивать этот день так что мы по дороге на поезд и домой спать вот это так вообще ностальгия и как я любила это место я тоже обожаю эти магазинчики вы только посмотрите что тут на улице очень сильный запах пива и девушки одеты как на октабр фест мы наверное до дома не доедем сегодня когда я жила я работала на этих мероприятиях это напоминает мне молодость да у нас ждали какие-либо мероприятия на улице то у нас всегда много-много охраны у вас тоже такое мы по дороге домой сейчас наш папа очень-очень за нами скучает и уже очень поздно уже восемь часов вечера так что я буду с вами прощаться не забудьте зайти в мой инстаграм новый так 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 До новых препаратов! Пока!